Приветствую вас. По крайней мере, в вашем тексте я увидел несколько важных моментов, которые мне кажутся достойными для того, чтобы обратить на них ваше внимание. Первый момент связан, собственно, с подачей вашей истории, то есть вы как бы пишете, что у вас панические атаки, что у вас страх смерти, но вы не пишете, когда это началось, как давно это началось, с чего это началось, были ли у вас диагностированы ПА, не было ли у вас диагностировано ПА, кто вам назначал транквилизаторы и антидепрессанты, вот, потому что последние, как, в общем-то, несложно догадаться, из, ну, из названия применимы только, когда у человека депрессия, вот, то есть вам должны были диагностировать депрессию, и только тогда назначать антидепрессанты, вот, но даже в этом случае, если вам назначили антидепрессанты, по-любому должна была быть назначена еще и другая терапия, то есть, ну, психотерапия, либо индивидуальная, либо в группе, вот, где бы вы занимались бы обсуждением того, что вас беспокоит, вот, для меня остается непонятным, по какой причине этого не произошло, да, то есть, такое впечатление, что вашу историю жизни вообще никто не изучал, никто не брал, никто не смотрел, вот, вы это все, как бы, ну, сами, вот, знаете, какая история, вот, что, в принципе, является неприемлемым здесь, ну, потому что ваша история жизни-то, она важна, вот, вот, это едва ли не самое главное вообще, по крайней мере для психологической работы, вот, а вы говорите только о страхах и по, говорить об этом так, как будто, знаете, вот, кроме этого, да, кроме страхов и по, больше нет никакой истории, вот, то есть, ну, вы же понимаете, что и страхи, и папы появились не случайно, поэтому предшествовал определенный стресс, да, вот, то есть, поэтому предшествовали, а, значит, определенные проблемы, ну, у вас, например, в вашей жизни могли быть определенные проблемы, проблемы могли быть, там, у ваших, например, родных, да, вот, и так далее, но все это вами как будто игнорироваться, вот, и это странно, это странно, это не честно, не справедливо, по отношению к, опять же, вам, это говорит о том, что вы обесцениваете свои чувства, страх, а страх, вот, значит, ну, в данном случае, это своего рода, как бы, защита, то есть, это попытка, для вас это попытка получить то, что вам вот нужно, да, то есть, вот подумайте, что вы, значит, получается, что вы приобретаете в результате вот наличия этого страха у вас, да, вот, это первое, первое, что я хотел сказать вам, второе, значит, второе касается той истории, что вы говорите избавиться, позиционирую я, страх, значит, свой, позиционирую его, а как, ну, знаете, я хотел, как обязательно что-то негативное, что-то неестественное, что-то, чего вообще быть, ну, не должно, вот, то есть, избавиться, позиция, избавление, то есть, позиция, что я хочу, чтобы его не было, да, это родительская позиция, то есть, править, избавиться, исключить, так далее, то есть, вы находитесь здесь, сейчас, вы находитесь в позиции ребенка, да, вы находитесь в позиции адаптивного ребенка, то есть, вы пытаетесь приспособиться к, ну, вот, в той среде, которая имеет место быть, да, то есть, вы пытаетесь, кто-то выжить, вот, но, выживая, вы давите свои чувства, вот, выживая, вы давите свои чувства, подавляете себя, и в результате, в результате, в результате, вот накапливается, вот, собственно, этот страх. Нет, конечно, конечно, у самого страха могут быть и иные причины, например, причины, когда вы пережили некую травму и, собственно, думаете теперь, что это опасно, боитесь, что это опасно. В этом вам, конечно, тоже можно помочь, то есть, можно это подкорректировать тоже, вот, но это индивидуальная работа, потому что нужна ваша история, вот, нужна ваша, ну, нужна ваша эмоциональная картина, вот, чтобы адекватно с ней работать. Но, но, избавиться, избавляться от, значит, от страхов нельзя. Потому что, это только подавление, что делает все хуже вам. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. А, значит, со страхом лучше работать очно, но, если нет возможности или, опять же, боитесь, то можно работать и дистанционно. Но, обязательно в режиме аудиосвязи. Если у вас остались вопросы ко мне, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует. Здоровение следует. Рима. 7- Przy FIFA в мире 느�an немножко к llegó glaze. Продолжение следует. Продолжение следует...